Работа снайпера с обычной спецификой переросла в очень сильную динамику. Не раз мы приходим на позиции, общаемся с командирами батальонов, рот и просим, ребята, организуйте нам тишину. Мы выходили по ночи, постоянно работал в артиллерии, и когда я бежал с напарником в поле, летал дрон вражеский и работал танк. По своим сработкам я принципиально не считаю, при любых расходах мы убиваем живых людей, и такие вещи не хочется заснуть за собой. Мы не поддавались тогда эмоциям, не вскочили и не убежали оттуда, а дальше работали и сработали цель, индифицировали белую повязку и отработали. Мне приходилось наблюдать, как человек ночью бежал с окопа до своего места расположения, он меня по нему выстрелил. Два раза споткнулся и вот он, страх противника, моя заслуга. Ну, компьютерная роль. Мы не целимся в человека, мы целимся в что-то на нем и гарантированно попадаем в человека. На ротацию мы заехали с января месяца до полномасштабного вторгнения по направлениям Мариуполь, Авдеевка и Марьинка. Заниматься контр-снайпингом. Мне приходилось работать с самого начала войны на луганском направлении. Это и счастье, 24 февраля, скажем так, там было на счастье. Вот, после счастья мы попали в город Криминай и работали вокруг Криминай по местным населенным пунктам. Больше как снайпера мы в основном никого не боялись. Сейчас в полномасштабного вторгания появилась артиллерия, танки, авиация. Все намного усложнилось и работа снайпера, можно сказать, с обычной специфики переросла в очень сильную динамику. Приходится заходить на позиции для рекордастировки с ночи, спать на позиции, выбирать себе место, где вообще невозможно спать, мерзнуть, общаться с людьми, которым по сути не до тебя на этих позициях. Самое основное, что появилось в небе, очень много бы было, то, что мешает нашей профессиональной работе. Нас видно, когда мы передвигаемся, нам же надо как-то заходить на место работы. Во время передвижения нас видно, когда мы зашли и замаскировались, нас уже не видно, потому что мы не шевелимся, человек, который летает, он не может заметить цель, которая не двигается. Видно ночью в тепло, все время ты не движешься. Ну, если ты слышишь, что есть возможность пауза какая-то, там, попить воды, перетусить и так далее, то второй номер тебе помогает. Противник ушел с очень-очень хорошо оборудованных инженера в плане своих позиций. Чаще стал показываться, чуть ли не полный рост. Его стало легче доставать, казалось бы, но для каждого снайпера есть беда, это артиллерия. Не дает нас спокойно работать, но находим способы, пытаемся как-то обмануть, выходить время, чтобы выйти на позицию и поработать те самые свои задачи. Мы снайперы, и снайперы это не только профессиональные стрелки, которые попадают сюда в цель, это также и разведчики. Обнаружить миномет врага, обнаружить туриста, обнаружить технику врага, передать координаты. Это тоже все очень, даже намного важнее, чем просто сделать правильный выстрел и уничтожить цель. Ездим по воротным, общаемся, получаем информацию, лично выходим на разведку, смотрим и потом принимаем решения. Мы чаще всего работаем по бригадам Збройных Сыл, у нас с ними нет проблем. Ну, скажем так, люди к нам прислушиваются, когда мы им что-то говорим, что-то падаем, какие-то свои идеи. Мы услышаем их идеи, консенсус всегда находится, то есть взаимодействие у нас в этом плане есть. Интересно работать с любым видом снайперов, которые есть у нас в стране, потому что у каждого свой опыт. Каждый приносит, показывает, мы общаемся и люди делятся, и это правильно. Сейчас не стоит знания зажимать в себе, их нужно распространять и как можно больше, чтобы люди получали эти знания. Мы показываем, что мы умеем, что мы можем, как мы работаем. Ребята показывают, что они делают. В каждой бригаде есть свои бригадные снайпера. Не раз мы приходим на позиции, общаемся с командирами батальонов, рот и просим, ребята, организуйте нам тишину. Чем меньше стрелкотней будет с наших позиций, тем больше, более свободно себя будут чувствовать на той стороне. А чем больше они свободно себя чувствуют, тем проще мне. И где сработаю я, там меньше будет стрелкотней с той стороны. Там уже знать и бояться, что вот если я высуну из сокровия, то мне может прилететь. Потому что рядом по товарищу прилетело. Самое важное, чему мы научились, это контролировать свои эмоции. Это самое важное в снайпинге, потому что если ты не будешь контролировать свои эмоции, ты не сможешь правильно обработать спуск, быстро и правильно принять решение. Когда ты увидел цель, там, ой, это цель, и у тебя начинает дребезжание идти. А дребезжание все передает в прицел. Это надо исключать. Это надо наработать с собой, учиться, как правильно раскидывать это сознание, успокоиться. И это надо делать очень быстро, потому что пока ты это будешь делать, цель же может уйти. Как я это делаю, я не думаю, что я сейчас буду стрелять в человека, я думаю, ну, это компьютерная игра для меня. И все, я так получается успокоился. Это было за Авдеевкой, когда мы выходили на задачи по своей специфике. Мы выходили по ночи, постоянно работали в артиллерии. И нам надо было в этот момент идентифицировать цель, потому что оппозиции ЗСУ не работали по этим позициям. И то окраинное село, где мы работали, оно состояло на 60% из солдат Российской Федерации захваченных и на 40% из наших. И они выбивали наших. И на позиции, где мы были, ЗСУ не знали, что там. Они по ним не стреляли, они в ответ тоже не стреляли. И когда мы спрашивали, где цель, они говорили, мы не ждали. И нам надо было идентифицировать цель, не спалиться во время захода. Ну и главное выжить. И когда я лежал с напарником в поле, летал дрон вражеский и работал танк совсем рядом по селу. И дистанция где-то 400-300 метров. И на нас даже летели, летел шифер и бетонная крошка. И я лежал на крытой сетке, и я говорю, ну нас же не видно, правильно? И мне напарник говорит, ну да, он сейчас фокусирован на село, а не на нас. Если ты не будешь шевелиться, то нас не увидят. Если ты сейчас зашевелишься, то нас просто тут убьют. И да, я тогда подумал, ничего себе действительно. Но уже профессионалы своего дела. И эмоции не поддавались тогда эмоциям. Не вскочили и не убежали оттуда. А дальше работали и сработали цель. Индентифицировали белую повязку и отработали. Допустим, мне приходилось наблюдать, как человек ночью бежал с окута до своего места расположения. Что я по нему не выстрелил. Он два раза споткнулся и упал. Ну, как бы, я не отрицаю того, что я хотел по нему стрелять. Но цель я отпустил. Ему явно было длинно. Это показывает то, что моя работа, она выполнена. То, что люди на той стороне, они боятся, что по нему будут стрелять. То есть, на этом этапе, как бы, мы показали, что, ребята, не стоит лишний раз показываться. Страх противника. Но я заслужил. Наиболее, когда проводили диверсии и разведку в Кременной. Кто был вашим цель? Инженера. Два инженера. Которые затягивали лесопосадки на окраине Кременной. Не протягивали с автоматом. Есть контрснайпер. Как практика показывает, что сейчас в основном снайперы вражеские работают по ночам. Потому что, так же само, наша артиллерия работает не так, конечно, сильно, как врага. Но все же, все равно, снайперы Российской Федерации, ЛНР и ДНР, немножко переживают за то, что их могут увидеть. И отработать, кстати, артой. И в основном, они работают по ночам. По их местной перо. Летил им лично мой вывод. В техническом плане очень сильно отстают. Работа снайпера вражеского ночью. Ну, скажем так. Видна криворутость, скажем так. Ну, у нас есть этикет. Мы никогда не стреляем. Цель, которую не можем идентифицировать. Это наш главный этикет. И так же, когда от машин выстрела есть хоть малая вероятность, что может построить гражданский, мы тоже не стреляем. Это наш этикет. По своим сработкам я принципиально не считаю. Все мои знакомые, в принципе, с такого же мнения, что не хочется тянуть за собою такие вот вещи, как сколько я убил, сколько я ранил, сколько у меня сработок, зарубки на прикладах. Это некорректно. При любых расходах мы убиваем живых людей. И такие вещи не хочется тянуть за собою. Может быть, кто-то такой, назову это ерундой, и страдает. Но не мы. Ошибка – это азарт. Когда ты начинаешь вступать в азарт, отрабатывал первого, идет эвакуация. Трельница пытается, не зная куда, пытается, агресса, минами, ты работаешь второго. И для этого, в принципе, и нужен второй номер. Когда он тебя бьет и вытягивает, говорит, куда? Мы уже наглеем, давай сниматься. Вот это ошибка, действительно. Был один из случаев, такой, что мне самовольще запомнилось. Это велико новосилка. Мы заходили в составе боевой группы в лесопосадку, занимать позиции для наблюдения, для разведки. И я как-то вот вошел в азарт, и получилось так, что у меня со старшим группой пришел первую. С винтовкой на плече. И сняли растяжку, она дала информацию, просто хлопок. И нас там в лесопосадке, там, с 10 метров, приблизительно начали расстреливать. Нам просто повезло, что заходили, действительно, под утро, и в самой насадке было темно. А у них механика, автоматы, целик с мышкой, они были не в состоянии совместить. И плюс не могли понять, откуда, и просто начали насыпать все. У них было, все там вышли, оттуда никто не постребал, даже раненого не было. Вот это был азарт. Ну и азарт, да, в принципе, заходить под минометные обстрелы – азарт. Потому что сам можно на позиции. Работать с позицией, которая постоянно штурмует – это азарт. Ну, скажем так, мы изначально, с чего мы начали, мы не отказались от советской тактики, работы снайпера. В ней есть какие-то рациональные, скажем так, позиции. Далеко, возможно, не все. Но мы пересмотрели свое отношение к винтовкам. Мы пересмотрели подход к стрельбе. Мы пересмотрели стандарты. То есть мы перешли на новые калибры. Мы перешли на винтовки, которые, скажем так, позволяют нам более профессионально стрелять. Мы перешли на натовские понятия, натовские подсчеты. В плане, там, мугловые ноты и тому подобное. То есть, как бы, они и в советской системе имеют свои аналоги. Но они не поделилось вот такое внимание. Мы впитаемся в более лучшие группы собирать. Как было сказано в книге Криса Кайла, «Целься в пуговице, попадешь в человека». Так и мы. Мы не целимся в человека. Мы целимся что-то на нем. И гарантированно попадаем в человека. Вот как-то так. Больше интересно, как человек преодолевает какие-то дыжи в профессии снайпера. Как он из простого и какого-то убийцы картона переходит в профессионального снайпера. Хочется как можно побыстрее выгнать врага с нашей земли. И добиться того, скажем так, чтобы все-таки человек с какого-то Улипинска находил здесь и не оставил свои законы.